Дневной разворот Дмитрий Кочев, руководитель компании «Стильмарк» Это сеть парикмахерских прятки в порядке И, что важно, официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты в Кирове Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте И Екатерина Вершинина, руководитель и собственник студии «Монитюр и педикюр» «Делай ногти» Катя, добрый день Здравствуйте Да, ну вот, собственно, эта история, она началась не сегодня По-моему, еще на прошлой неделе, Дмитрий, вы отправляли в кировские СМИ письмо Да, все верно В котором была обрисована сама проблема И были некие предложения от вас, от представителей сферы красоты Каким образом можно в эти непростые дни вам помочь Какие действия должны быть Давайте мы сначала все-таки с проблемы начнем То есть, Дмитрий, вы по вашему виду бизнеса Давай сначала проговорим, что 22 апреля было выпущено очередное постановление Ну, поправки к самому первому В котором продлили ограничительные мероприятия для салонов красоты, фитнес-центров Саун, бань и все такое прочее, где оказываются услуги При этом право работать, насколько я понимаю, получили частные детские сады Ну, судя по тексту документа, речь идет конкретно о детях, тех родителей, которые работают Которые работают, совершенно верно Да, но это документ, мы к нему еще обратимся Такое, не знаю, дежурное, что ли, продление уже действующего распоряжения То есть, в соответствии с ним, пока предполагается, что предприятия сферы индустрии красоты Не могут работать до 30 апреля То есть, до того срока, который определен в России Как срок окончания всех вот этих изоляционных ограничительных мер И мы не знаем, будет этот срок продлен на всероссийском уровне или не будет Пока до 30 апреля Но давайте все-таки о проблеме сначала Да, вот Дмитрий, опять же, сфера парикмахерских услуг Да, Екатерина, сфера услуг маникюр-педикюр Да, что происходит? Да, хорошо, я расскажу о ситуации Постараюсь кратко, чтобы мы успели проговорить все нюансы в эфире Во-первых, хотел бы поприветствовать всех уважаемых радиослушателей данной радиостанции О проблематике То есть, 28 марта 2020 года В связи с постановлением правительства Кировской области номер 129 Все салоны красоты, парикмахерские, маникюрные кабинеты Обязаны были приостановить свою работу Ну и, собственно говоря, все компании, которые работали легально Именно так и сделали, потому что возможности оказывать услуги нет При этом, что происходит сейчас? То есть, с 28 марта это ограничение вступило в силу Мы прекрасно видим, что в среду на этой неделе вышло постановление Которое в очередной раз продлило ограничение услуг И, собственно говоря, вы в самом начале программы правильно сказали То есть, мы выживаем, мы вынуждены выживать Только я бы даже скорректировал, что мы сейчас не выживаем, а мы умираем То есть, и все те, кто работал легально, они просто потихонечку умирают Дмитрий, смотрите, а вот то письмо, которое вы публиковали Знаете ли вы, оно как-то дошло до властей? Потому что, ну, стоило бы понимать Когда готовилось это постановление, брались в расчет ваши просьбы И вообще та ситуация Давайте я прокомментирую То есть, этим вопросом я задачился из 1 апреля Я написал 4 официальных письма Каждое письмо отличалось по содержанию Каждое письмо предлагало конструктивное действие То есть, как мы можем открыться с какими-то ограничениями Для того, чтобы обеспечить безопасность людей, клиентов И предоставить нашим сотрудникам В нашей компании работают больше 110 сотрудников Предоставить им возможность зарабатывать, чтобы они могли кормить свои семьи На все это я получил, я отправил, естественно, во все возможные инстанции Я не буду их перечислять, но все их знают Правительство, администрация, Роспотребнадзор и все прочее Я получил от некоторых инстанций ответы И все эти ответы, они как бы склоняются к тому, что Ну, Дмитрий, потерпите Вот можете обратиться в другую инстанцию Возможно, там примут решение и вам что-то ответят То есть, никакого конструктивного ответа То есть, перекладывают с одних ответственных лиц Я вот взял с собой эти официальные письма То есть, я понимаю, что люди заняты Они занимаются важными вопросами, важными проблемами То есть, сейчас у всех стали проблемы Одновременно и у нашей отрасли тоже Но мы вынуждены что-то делать И мы предлагаем конструктивные меры Мы даже разработали Шесть регламентов Это я во втором письме своем указывал О том, что можно открыть и нашу компанию И все остальные компании Соблюдая меры безопасности Там дезинфекция рук Там определенный регламент по работе с клиентами Для сотрудников Измерение температуры Все-все-все-все-все Все расписали Но конструктивного ответа пока не получили Ну, мне вот еще Мы уже перед эфиром говорили Я не говорила, что мне не совсем понятно Я не знаю там, правда, как в парикмахерских Но если брать, например, те же самые маникюрные салоны То есть, в принципе, зимой, в принципе, девочки всегда работали в масках Когда обычные какой-то вот Пиксис сезонной заболеваемости Очень часто работают в перчатках То есть получается, что салон красоты Это то место, где, в принципе, дезинфекция, она происходит всегда То есть ничего нового в этом для сотрудников нет В отличие, например, от завода Грубо говоря, где людям, я уверена, сейчас пришлось постигать все эти азы То есть вот тут вопрос, конечно, кто более способен на то, чтобы принимать все эти санитарные, эпидемиологические требования соблюдать Так, вот давайте, Дмитрий уже сказал, 110 сотрудников Мы с Дмитрием перед эфиром говорили Я спрашивала, ваши сотрудники, это ваши штатные, получается, сотрудники, которые у вас работают Вы за них несете ответственность, вы за них платите налоги То есть это люди, это не те люди, которые просто там арендуют, условно говоря, кресло в салоне Екатерина, у вас какая ситуация? Сколько у вас работников и как выстроены ваши взаимоотношения? У нас на данный момент три студии Сотрудников у нас 40 И у каждого сотрудника есть дети, есть ипотека, есть кредиты Каждый день они мне пишут, умоляют о том, что Катя, скажите, пожалуйста, какая на данный момент ситуация? Когда мы выйдем работать, нам срочно нужны деньги Но так как студии закрыты, финансового потока сейчас нет Девочки работают на сдельной оплате, все работают на процентах, как принято, да, в салонных студиях И поэтому, то есть выплат сейчас никаких нет То есть мы сейчас просто все ждем официального открытия Мы находимся все на самоизоляции, никто не работает За закрытой дверью мы тоже никого не принимаем Мы добросовестно отнеслись к этому Но также я считаю, что салоны стоит открыть Мастера это те же самые медработники, которые работают в одноразовых перчатках, в одноразовых масках У каждой девочки есть специальная форма, которую они относят домой каждый день стирать У нас есть все антисептики, все средства для того, чтобы обрабатывать все поверхности Но если посмотреть сейчас вообще с другой стороны, что в данный момент происходит Почему легальные студии открылись До того, как мы работали в салонах То есть мы их расширяем, мы несем сервис, сервис обслуживания, качество Мы боролись как раз таки с домашними предпринимателями, да, это, конечно, в кавычках И сейчас мы уходим опять к тому же Закрывают легальные салоны студии Многие, скорее всего, не выдержат такого давления и закроются И опять-таки начнется, что было раньше Домашние предприниматели опять начнут принимать Но тут давайте посмотрим еще с другой стороны Помимо того, что сейчас COVID-19, да, у домашних предпринимателей нет, к сожалению Нужного инвентаря для того, чтобы обработать правильно свои инструменты Нет нужного количества инструментов Да даже если было бы кто-то проконтролирует Никто не контролирует И никакой гарантии они не могут дать А это увеличение, извините, гепатии, это ВИЧ, не дай бог А в студиях все-таки мы несем гарантии Обработки инструментов, обработки рук мастера в том числе, да И какие-то там санитарные, санитарные меры вы всегда соблюдаете? Ну, конечно, есть специальные журналы, где мы ведем полностью, в какое время была обработка У нас есть специальный журнал по обработке инструментов То есть администраторы тщательно с самого утра проверяют, что у каждого мастера должно быть не менее четырех наборов для работы И, соответственно, это все выдается под выдачу, под роспись То есть у нас в плане санитарии вот норма очень все строго В официальном письме упоминали вы эти риски, к которым может привести? Да, я вот как раз по этому вопросу еще хотел дополнить В официальных письмах я писал обо всем, в том числе о том, что Вот Екатерина правильно сказала, что те салоны, которые работали легально Неважно, это большая сеть или просто одиночный салон Для того, чтобы выжить, для того, чтобы платить налоги, аренду Они вынуждены работать по стандартам При этом всех их проверяют, в том числе и Роспотребнадзор Поэтому они выполняют все необходимые нормы дезинфекции, инструментов и так далее для безопасности Что сейчас получилось? Салоны закрыли на клюшку Да, легальные салоны закрыли на клюшку И, естественно, активизировались те люди Я не могу назвать их домашними предпринимателями, да, потому что они не платят налоги Они работают абсолютно по серой схеме, то есть деньги с рук на руки и все Они активизировались и начали предоставлять услуги на домов Подтверждение, я об этом писал в письме Я прислал скриншоты, просто на скорую руку сделанные, на пяти страницах об объявлениях Там в сети ВКонтакте Подстригу дома, приходите к вам, ко мне, как угодно При этом Есть лаг выезд на дом, да, мы все видели Да, 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 вы все это видели, прекрасно И вот я здесь еще на два момента обращу внимание Дошло до того, что некоторые предприниматели, в кавычках, да, уже начали оборудовать квартиры Для того, чтобы приглашать парикмахеров, и они оказывали дома услуги У меня есть эти объявления, я могу скинуть ссылку И понимаете, то есть вот абсолютно сильно развивается теневой рынок Которые никак не контролируются с точки зрения санитарии Никак Никак не контролируются, там не выполняются элементарные средства безопасности И здесь я приведу какие примеры Вот я специально распечатал выступление Это официальное выступление в СМИ губернатора Курганской области Можно, да, процитирую, я прям читаю Высказался этот губернатор Его зовут Вадим Шумков от Курганской области Он открыл салоны красоты, у него спросили, почему Он говорит, потому что сразу после ограничения их деятельности салонов красоты По данным Роспотребнадзора, люди массово пошли за такой услугой к так называемым надомникам Во-первых, это поставило тех, кто работает законно и платит налоги в неравное положение с надомными мастерами Но хуже, что коллеги дали прогноз о резком всплеске ВИЧ и гепатита По причине отсутствия дезинфекции и невозможности соблюдения гигиены в домашних условиях Так как проверки делать в частных квартирах невозможно И здесь у меня есть ссылка С ВИЧ, я думаю, наверное, тут, конечно, он немного переборщил, потому что там есть окно Это официальное заявление губернатора Нет, давайте по ВИЧ, давайте, мухи отдельно, котлеты отдельно ВИЧ нельзя сразу диагностировать Я подчеркиваю по данным Роспотребнадзора, люди массово пошли за такой услугой Нет, но здесь скорее речь идет о том, что не обязательно, может быть, будет это заражение Но речь идет о том, что риск есть Да, безусловно Понятно, что там не каждый второй клиент может быть заражен, да, и передаст что-то там через инструменты, но риск этого есть Нет, риск есть, да, но давайте тогда мы будем говорить именно о рисках, а не о том, что через неделю после того, как закрыли салоны красоты, всплеск ВИЧ Это чревато Подождите, подождите, давайте, Дарья, я прокомментирую еще раз, да Но хуже, что коллеги дали прогноз Коллеги из Роспотребнадзора дали прогноз о резком всплеске То есть это прогноз, естественно, всплеска не произошло, но губернатор, он обязан, естественно, принимать шаги наперед И я уверен, что наше правительство, они тоже думают, естественно, наперед и о безопасности граждан Поэтому и принимаются подобные решения В здравом уме находясь, ты, конечно, это понимаешь То есть, может быть, там не будет ВИЧ и гепатита, но, возможно, какое-то заражение Мы все понимаем, что маникюр, особенно если это обрезной маникюр, да, это может быть все что угодно Вот, с точки зрения там парикмахерских услуг, может быть, безопаснее Там ухо тебе не отрежет, конечно, этот мастер нелегальный Вот, но, тем не менее, если он чем-то болен, например Да, мы все теперь уже видим эту статистику, что переносят многие бессимптомно, да Или там инкубационный период Если человек в это время, не дай бог, является носителем вируса Он, придя к тебе домой или тебя к себе пригласив, да, может тебя заразить И ты даже не поймешь вообще, где это случилось Да, да, и здесь вот я и говорю, что у нас ограничительные Это меры как бы официально ссылаются власти на что То есть это ограничит поток людей так или иначе Так люди пошли за этими услугами, но они могли прийти в салон, где можно проконтролировать меры безопасности, да А вместо этого они пошли нелегально к кому-то домой У кого дома там семьи, во-первых, это там больше людей Где невозможно проконтролировать никак безопасность, потому что к каждому не зайдешь ничего То есть эти люди пошли И вот вы обратите внимание, я просто смотрю выступления различных органов власти В том числе Кировской области И вы знаете, я смотрю у них отличные прически и стрижки На всех выступлениях апреля Вот у меня как бы есть вопрос То есть откуда? Куда они ходят стричься? Куда они ходят стричься, да Мне почему-то вспомнилось Возможно, в Курганскую область ездят Может быть, да У нас слушатели есть на телефоне, насколько я понимаю сейчас Или Константин Сечехин Алло Да, 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 здравствуйте Да, это Костя, это Костя, наверное, да? Да, да, да Да, Костя один из наших экспертов Я просто попросила его выйти с нами на связь Потому что после публикации в газете «Бизнес-новости» Вот этого вашего обращения, Дмитрий Константин как раз в комментариях написал О том, что он тоже как потребитель Столкнулся с этой проблемой И я Константина просила пояснить, почему это важно Ну, как потребитель, я, конечно, столкнулся на сегодняшний день С тем, что салоны парикмахерские не работают И лично мой мастер, который постоянно занимает Ну, у которого я постоянно стригусь Он тоже не работает И он, как говорят, не хочет работать в темную Он хочет работать в белую В своем салоне, потому что есть риск Вот правильно вы на сегодняшний день сказали Вот сейчас я слушаю То, что никто не застрахован Если ты пойдешь подстригаться на дом Заразиться, либо еще как-то там принести этот вирус с собой То самое оптимальное на сегодняшний день Я считаю, это чтобы были работали салоны То есть была бы возможность открыть и контролировать Чтобы там соблюдались меры санитарной безопасности Я не вижу на сегодняшний день большой проблемы Работы в парикмахерской, либо салоне красоты Только по этой причине Они и так там соблюдают все нормы и правила Которые требуются в рамках дезинфекции И там не скапливается У нас в магазине, в любой магазин зайдите Там народа больше, чем в парикмахерской Если бы так посудить Было бы на сегодняшний день Потому что я не думаю, что каждый бы побежал Сразу подстригаться Там бы все равно пошел тот человек Который привык к этому уже в течение Может два раза в месяц стригется Один раз в месяц стригется Ну как бы так И в салоны Они все бы сделали бы мероприятия Которые в рамках дезинфекции Дезинфекции Эти маски бы закупили Атисептики Дезинфекция бы постоянно В помещении проводилась раз в два часа И правильно вы сказали А почему? А где стригутся наше правительство На сегодняшний день? Потому что мы тоже смотрим каждый день телевизор И у всех все так Аккуратно подстрижено Да, они хорошо выглядят Молодцы, следят за собой Да, Костя, спасибо большое Важные такие моменты ты отметил Да, мы сейчас просто как раз к ним перейдем Я тоже хотела об этом сказать Потому что я Ну, в целом, может быть, поддерживаю Да, в чем-то ограничительные мероприятия Но я там сравниваю Россию, например, с другими странами И там тоже разрешены посещения аптек И разрешены посещения продуктовых, продовольственных магазинов Да, и где-то закрыты и иные там, да Сферы бизнеса, которые вроде как считаются Не жизнеобеспечивающими и необязательными Но там посещение продуктовых магазинов Организовано в порядке очереди Мы все видим эти картины из-за границы Когда в зал торговый запускают там По одному, по два, по пять Максимум по десять человек Все остальные ждут на улице Соблюдая разумную дистанцию Огромные очереди, на самом деле, растягиваются Улицы действительно превращаются в очередей Но мы понимаем, что раз уж ограничительные меры То ограничительные меры У нас все по-другому немножко устроено То есть у нас можно зайти в продовольственный магазин Если это большой магазин, еще ладно Там все как-то рассредоточены по дороговому залу Если это небольшой магазин Там люди друг другу в затылок могут дышать И никакой санитарии речь не идет То же самое в аптеках, между прочим То есть нет такого, чтобы пускали по одному человеку При этом там, например, в салонах По предварительной записи Я готов прокомментировать Да, вот смотрите Да, я прошу прощения, что перебил Ничего То есть вот здесь давайте просто посмотрим на ситуацию Немножко как бы со стороны И сравним несколько отраслей Вот возьмем продуктовые магазины Я не буду называть наименования, но все у нас их знают Федеральные сети, местные сети Любой продуктовый супермаркет В день принимает там от тысячи до полутора тысяч человек Ну в среднем Бывают пики, бывают спады и так далее То есть все мы прекрасно видим, что ручки у корзин После каждого человека не обрабатываются Допустим, где-нибудь у хлебного отдела Постоянно кто-то дышит друг другу в спину Когда человек подходит на кассу Он находится непосредственно у кассира И далеко не всегда там где-то соблюдается дистанция Когда собираются продукты То есть массово люди И я подчеркиваю, люди ходят за продуктами каждый день То есть каждый день люди встречаются друг с другом И это считается безопасным Несмотря на то, что там у кассира есть маска Вот в салонах средняя проходимость Ну я грубо скажу там по разным салонам У всех разных Ну от 20 до 40 человек в день Ну примерно это вот так Это в лучшие времена Это в лучшие времена Когда люди ничего не боятся Мы сейчас допускаем, да Что часть людей все-таки будет дома сидеть Может быть отложат посещение Конечно, конечно То есть мы можем говорить там Что в среднем в салоне Господи, 30 человек в день там будет Это значит, что на одного мастера Там придет, ну допустим, 5-7 человек И они все придут в разное время Они все придут через какой-то, потому что никто не любит ждать У всех салонов, которые работают легально Все работают по записи Все можно распространять, как бы нормально распределить по времени И при этом обеспечить и дезинфекцию И проконтролировать наличие маски И обеспечить там дистанцию Все абсолютно можно сделать Причем даже мы можем предоставить клиенту Который приходит индивидуальную маску Прямо на входе Если хочет, пожалуйста Если хочет, пожалуйста Да, у нас было до этого, до пандемии Мы выдавали масочку каждому клиенту У нас огромные запасы масок Поэтому мы можем себе позволить То, чтобы каждому клиенту выдавать маску И вот правильно Дмитрий сказал Что мы работаем по предварительной записи С промежутком То есть мы не создаем очередей у кассы То есть мы запускаем по одному И также точно отпускаем тоже по одному клиенту То есть не создавая толкучки У вас есть звонок Звонок у нас есть Я прошу прощения у гостей Мы примем его сейчас и вернемся Да, добрый день Здравствуйте Да, представьтесь, пожалуйста, и говорите Меня зовут Виталий Я сотрудник правоохранительных органов Да, Виталий Да, и вот у меня возникает Ну не то чтобы, конечно, вопрос Скорее всего, такое маленькое негодование Вот у нас по закону, в принципе По нашему внутреннему уставу Положено выглядеть опрятно Я, мои коллеги Также знакомые из других структур Росгвардии и так далее Все МЧС, все прочие Ну мы все должны выглядеть, соответственно Да, вовремя подстригаться И ходить далеко не у каждого Есть супруга или подруга, так скажем Которая живет с тобой, может тебя подстричь Вот И получается, как нам быть В то же время мы ходим Патрулируем улицы На предмет определения Заведений, которые работают В период запрета Вот Получается такая немножко политика Двойного стандарта, что ли Мы вроде и ходим Нам и самим нужна эта услуга И мы понимаем, что она необходима И мы обязаны предотвращать Работу таких заведений Конечно Вот Негодование Да Заходишь в магазин Там проходимость 500 тысяч человек И парикмахерская где 20-30 Там 50 человек Непонятна позиция правительства В отношении этого Да Виталий Хотел высказаться Да, простите, пожалуйста Скажите, а ваше начальство Вам за неопрятный внешний вид Уже предъявляло претензии Или пока нет? Ну, лично мне, конечно, нет Но я Пока Не исключаю, что такие случаи, да, были Потому что я вижу Своих коллег, которые Давненько не были В парикмахерской Понятно, да Да, понятно Спасибо, Виталий Слушай, ну мне тут вспоминаются Я думала об этом Чудесные эти видео Потому что кому-то по уставу Положено встречаться раз в месяц Да, так и есть Обращение мэров итальянских городов На тот момент, когда в Италии Совсем была плохая ситуация Мы видели эти эмоциональные Да, и вот одна из видеозаписей Как раз была посвящена Посвящению парикмахерских Вернее, там один Мэр одного из итальянских городов Узнал, что эти услуги Оказываются на дому И вот он В свойственной итальянцам манере Кричал о том, что Зачем вам эти прически? Вы что, не знаете, что хоронят В закрытом гробу? Тоже вопрос Возможно, вопрос-то лежит В плоскости не Открывания каких-то заведений А усиления мер безопасности В тех, которые открыты Потому что они не могут быть закрыты Если речь идет о продуктовых магазинах Вопрос-то, Даша, как раз сейчас Даже не о продуктовых магазинах А именно об этой сфере Да, конечно У рынок индустрии Но ведь, смотри, есть легальный Который закрылся и соблюдает правила И есть Но откроются это все вместе Не забывай И есть нелегальный Который все равно работает Есть салоны красоты Которые точно так же не соблюдают За закрытыми дверями По предварительной записи По телефончику Приходит человек Дверь закрыта Они звонят И человеку открывают Я даже слышала такую информацию Что с заднего двора Открывают дверь И запускают клиентов Чтобы сделать все Подтверждаю Нет, это все понятно Я к тому, что Ведь индустрия красоты Это далеко не единственная сфера Которая пострадала Соответственно, если мы начинаем Открывать сферу за сферой Что мы получим в итоге? Давайте я прокомментирую Работать будут все Давайте Давайте То есть мы поговорили Я на самом деле Хотел бы, чтобы у нас разговор Получился конструктивным И все-таки я считаю, что у нас Дмитрий Вот реклама у нас сейчас Чтобы нам не перерываться На полусловия Давайте идем на минутку на рекламу А потом уже будем говорить Программа «Дневной разворот» продолжается В нашей студии Дмитрий Кочев Руководитель компании «Стильмарк» И официальный представитель Ассоциации предпринимателей Индустрии красоты в Кирове Это «Стильмарк» Это «Прятки в порядке» Сеть парикмахерских И Екатерина Вершинина Руководитель и собственник Студии «Маникюр и педикюр» Делай ногти Мы говорим о том, как сейчас Вот в этой ситуации Я хотела сказать, выживает Но Дмитрий меня поправил Умирает, он сказал Умирает, да Предприятие сферы индустрии красоты И почему они все-таки говорят о том Что могут обеспечить безопасность И в некоторых регионах Их немало в стране Эта индустрия сейчас работает С соблюдением всех мер Да, вот мы как раз Во второй половине программы Перешли к конструктиву Потому что я уверен в том Что те люди, которые работают У нас в правительстве Но это компетентные люди Это профессионалы И они, в первую очередь Конечно, заботятся о безопасности граждан И они хотят, чтобы экономика региона Заработала Они хотят, но они находятся В сложной ситуации У них очень много задач И мало времени Поэтому мы как бы предлагаем конструктив На что здесь важно обратить внимание То есть вот первая Статистика на 20 апреля От Ассоциации предпринимателей Индустрии красоты Это ассоциация, которая по всей России Собирает в себя более тысячи предпринимателей Уже и каждый день добавляются десятки Она собрала статистику И вот на 20 апреля 29 регионов Российской Федерации У которых статистика по коронавирусу Сопоставимая с Киром Они уже открыли салоны красоты Кто-то с ограничениями Кто-то с сильными ограничениями Совсем немного Кто-то вообще без ограничений Это тоже немного В основном говорят Перчатки, бахилы, маски И измеряйте температуру То есть 29 регионов 29 губернаторов Приняли подобное решение Далее Что важно 21 апреля Роспотребнадзор Российской Федерации Разработал Меры безопасной работы Для салонов красоты Там химчисток Автосервисов Еще что-то То есть это целый официальный документ Сфера услуг Да, сфера услуг Который говорит о том Что открыться всем можно Но только вы выполняете Те или иные рекомендации Эти рекомендации Приведены Я естественно И от своей компании От ассоциации Отправил официальное письмо В правительство Кировской области С приведением данного письма И с приведением Письма от Роспотребнадзора Но с учетом того Что это официально То есть 21 число Во все В правительство В администрацию Везде этот документ ушел То есть и мы В этом плане надеемся Что вот в пятницу Сегодня Будет совещание При правительстве Этот документ будет учтен И нашу отрасль Откроют Ну скажут там Вот вы работаете С ограничениями По записи Еще как То есть мы готовы Выполнить любые требования Для того Чтобы только мы могли работать А дальше уже потихонечку Будем с этим справляться То есть мы готовы к диалогу Мы этого хотим Но вот пока не получается Да, Дмитрий А какие требования Давайте мы вот очень коротко Поясним Помимо масок Помимо того Что должны быть Ну должна быть термометрия Измерения температуры Помимо бахил И Екатерина Я думаю Что тоже может нам Даже сказать В ваших салонах Что вот из того Что предписано Реально сделать Я так понимаю Что реально сделать Практически все Здесь все абсолютно реально Мы может сказать Все это и делаем Самое главное Роспотребнадзор Дает нам рекомендации По обработке Помещения Каждые два часа Проветривание помещения Да, что Дезинфекция 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 помещения Это кварцевые лампы Которые убивают Все микробы Вы готовы Это обеспечить? Мы готовы Да, у нас Причем что все это есть У нас есть Специальные Освежители воздуха Есть лампы Кварцевые И мы готовы Обеспечить Генеральную уборку Каждые два часа Проветривание помещения Что нам еще Тут распотребнадзор А вот расстояние Между клиентами Это полтора метра Это мы тоже можем Обеспечить Выделение Для приема пищи Специально отведенной комнаты Оборудованной раковиной Для митья рук И дозатором Это для мастеров Также у нас есть Отдельная комната Где мастера Могут принимать пищу Абсолютно согласны С тем Что нельзя Предлагать чай-кофе Вот Ну на этот случай Можно использовать Одноразовые стаканчики Для наших клиентов Ну в конце концов Клиентам Которые захотят прийти Можно сказать Ребят Ну приходите со своей водой Можно и так Мне кажется Сейчас клиенты готовы Уже Но все Только для того Чтобы им сделали услугу То есть все эти рекомендации Которые предписывает Роспотребнадзор В том или ином салоне Который работает легально Сделать Тогда выполнить Совершенно реально Да давайте я прокомментирую Более точно То есть у нас к сожалению Время эфира ограничено И остается всего 10 минут То есть Роспотребнадзор Сделал документ В котором 18 пунктов Мы сейчас все внимательно Смотрим на этот документ В целом Все требования Выполнить реально Нужно ли их вводить все Ну здесь На усмотрение правительства Я думаю что все Не нужно вводить Потому что есть И меры совсем излишни Из тех мер Которые выполнить Невозможно Ни в одном салоне Не только города Кирова В других это мера 5-3 Оказание услуг каждому посетителю В отдельном кабинете Потому что когда вы приходите в салон Все бывали в парикмахерстве То есть парикмахерский зал Он так и называется Парикмахерский зал Невозможно возвести стены И сделать там за неделю Отдельный кабинет Этого и не нужно Потому что тогда сообщение воздуха Будет еще более узкое И это будет опаснее Но можно например Там сделать дополнительные Ширмы там поставить Еще что-то Ограничение Дистанцию полтора метра То есть все это Можно сделать И вот опыт других регионов Я как представитель ОПИКа смотрю И то есть есть Регионы где Вместо допустим Дистанционного измерения Температуры Допускают измерение Градусником С последующей его обработкой То есть для того Чтобы могли салоны Сэкономить Также я дополнительно Дополню что сейчас Основатели Ассоциации Предпринимателей Индустрии красоты В Москве Они уже сформировали документ Ответ на вот эти Рекомендации Роспотребнадзора Как раз таки С уточнением У меня это есть Просто тут Мне невозможно Это показать Где они пишут Что первое требование Возможно Второе возможно Третье там непонятно Вот эти же кабинеты Требования 5.3 Это невозможно И предлагают альтернативу Давайте сделаем там Ширмочками Или допустим Как на АЗС Лукоэли Вот все же заправляют машины Они просто поставили Условный стеклянный щит Да вот то же самое Можно сделать там Например Ну когда в этой же услуге Там маникюр Или еще что-то Ну как вариант Если уж совсем боитесь Просто стеклянная перегородочка Небольшая Которая лицо от лица защищает Между мастером и клиентом Между мастером и клиентом Да То есть мы готовы Весь бизнес готов к диалогу Мы хотим просто Чтобы нас услышали И позволили нам работать А рекомендации Мы все выполним Мы все сделаем Мы готовы Да Еще есть ряд моментов На которые хотелось бы Все-таки обратить внимание Это история с мерами поддержки Потому что Понятно Что лучшие меры поддержки Как было сказано Для всего малого бизнеса Это позволить ему работать Открыть Просто открыть Но тем не менее Были заявлены Другие меры поддержки Которые Вы тоже анализировали Я так понимаю Конечно Это кредиты Это выплаты Какой-то части Заработных плат На что Предприятия Индустрии красоты Могут претендовать И на что нет сейчас Давайте Катерине Дадим слово А потом я прокомментирую Воспользовались ли вы чем-то Я еще ничем не воспользовалась Так как я узнавала В банке То есть у меня есть кредит Сбербанк Вот На что мне сказали Что такого у нас Полномочий таких нет Подтверждаю Ставку по кредиту Как она у вас остается Такая она и будет И никакого Никакой отсрочки платежа Ее нет То есть Есть Как была Дата списания платежа Так она и осталась Идите девушкой Платите вовремя Да Все именно так То есть пока что Никакой поддержки К сожалению Екатерина не единственная Кто получила такой ответ Это распространенная Достаточно история Насколько я знаю У вас кредит Именно на развитие бизнеса Вы брали Да И банк знает Для чего был взят Этот кредит Да У меня майор лицо Взят кредит Так как мы молодая компания Нам полтора года Соответственно С открытием каждого салона Не удавалось Сохранять какую-то подушку Финансовую Потому что деньги постоянно Я вкладывала в развитие Вкладывала в маркетинг Вкладывала в сервис Постоянно улучшение Каждой студии И поэтому Не удавалось Что-то либо откладывать То есть сейчас На данный момент Ситуация Что была выплата По заработной плате За март месяц В апреле месяц Финансового потока нет Арендодатель Снизил аренду Но Не на много То есть что будет Сейчас в мае Я не знаю Какие условия мне предоставят Снизит мне аренду Не снизит мне аренду А у нас Три студии То есть соответственно Мне нужно где-то взять Деньги будут на три студии Налоги никто не отменял Да сейчас есть Срочка по платежу До октября месяца Но налоги Никто не отменил То есть соответственно Если у меня были налоги За прошлый год То есть мне нужно Сразу понимать Что мне нужно Выплатить налоги За прошлый год За этот год И в октябре месяце У меня будет огромная сумма Соответственно Когда вам надо будет где-то взять. Конечно, мне надо будет где-то взять, а прибыль, она все равно сейчас будет падать. Давайте я еще здесь добавлю, во-первых, чтобы все понимали, я полностью поддерживаю Екатерину и добавлю, что рынок сферы услуг... Вы тоже комментировали, когда Екатерина рассказывала про кредит, да, и про то, что сказали, что нет, извините, идите, все остается по-прежнему, у вас такая же история, вы сталкивались? Да, я это тоже расскажу, то есть вообще рынок услуг, он очень сильно низкомаржинальный, вот, и в этом смысле, то есть для того, чтобы компания развивалась, естественно, без кредитов просто невозможно. Вот у нашей компании долговая нагрузка больше 8 миллионов рублей, и нам никаких отсрочек не предоставили, но я бы даже об этом не говорил, то есть я еще раз подчеркну, компания и бизнес – это прежде всего люди. То есть вот я лично проводил собрания на каждой из 17 точек, на каждом салоне, смотрел на людей и говорю, вот, понимаете, нас ограничили, я не знаю, чем и как буду платить, я не смогу вам заплатить зарплату, потому что доход компании ноль, работать нельзя, я не могу, я заложил личное имущество, и другие учредители тоже заложили личное имущество для того, чтобы выплатить зарплату, потому что выручки марта, они еще снизились, они и так-то были не супер, они еще и снизились ввиду всей пандемии и так далее. То есть мы закладывали личное имущество, да где вот, то есть это все очень как бы на самом деле печально, и здесь в первую очередь я бы поговорил даже, было бы время о поддержке-то людей. Вы не хотите бизнес там, да, не поддерживать, дайте людям деньги, выдайте людям деньги, потому что чтобы они могли там прокормить свои семьи, купите ребенку там не просто там гречку или еще что-то, а купите ему мясо, потому что дети должны кушать нормально, это наши дети. Коллеги, ну у меня тогда вопрос, может быть проблема стоит не в том, чтобы открываться всем и непонятно каким последствиям там с точки зрения эпидемии это приведет, а в том, чтобы требовать у правительства реальной поддержки. Вот смотрите, у нас остается три минуты, я еще по мерам поддержки так готов и конкретно прокомментировать. То есть здесь, да, вот я считаю очень просто, то есть если вы хотите всех закрыть, если вы закрываете, вы, пожалуйста, платите людям зарплату сразу, не потом, а сразу и наперед. Первое. Второе. Вы компенсируете все издержки, вы заплатите арендодателям, вы заплатите за отсрочку кредитов и сделаете это так, чтобы не предприниматели бегали, а чтобы вы сразу это все заплатили. Если вы этого не можете, ну тогда вы разрешите деятельность с ограничениями, конечно, и скажите, ну ребят, крутитесь как-то сами, мы выкрутимся, то есть вы только позвольте, а так нас и ограничили, и как бы поддержки не дали. Я по поддержке это прокомментирую, вот смотрите, у нас ведь все прекрасно говорят, но когда ты видишь реальные документы, пытаешься что-то получить, получается не так. Какие есть меры поддержки? Вот есть отсрочка по налогам, да, но это отсрочка. У нас и так налоги достаточно высокие, то есть и низкомаржинальный бизнес, мы и так их еле-еле платим. А когда мы сейчас не работаем, а потом должны будем отдать, из чего? Из чего? Потому что наносуток, как говорится, у всех кризис сейчас и доходы населения реальные, они упали на домохозяйство уже больше, чем на 25%. Далее, есть кредитование под зарплату, да, но вот первые там 2-3 недели его вообще невозможно было получить. Говорят, деньги есть, отправляйте заявку, но пока не выдаем. Сейчас вроде бы что-то задвигалось, но надо понимать, это кредит, кредит, чем его отдавать, и с этой зарплаты нужно заплатить налоги, понимаете, при неработающей компании. Так это все равно, что просто взять и выстрелить себе в ногу перед марафоном, то есть и потом вот сколько-то ты пробежишь, наверное, метров там 100 или 500, а потом ты просто упадешь и все, так тогда зачем его бежать? Ну то, в чем все наши спикеры, гости единогласны, это в том, что те меры поддержки, которые анонсировало правительство, не меры и не поддержка. Лучшее, да, то есть чтобы у нас был все-таки конструктив, лучшая мера поддержки, это открыть нас с ограничениями, а потом мы как-нибудь потихонечку что-то попросим, но мы хотя бы сможем дать людям зарабатывать деньги. То есть давайте с этого начнем, а потом, потому что пандемия-то это все понятно, но вы посмотрите, сколько людей, я не буду говорить про Киров, не знаю цифр по всему миру, сколько людей умирает от голода. Давайте до этого не будем доводить. Давайте не будем. Благодарим наших гостей, к сожалению, не все успели, но думаю, что встретимся еще раз. Да, и я очень надеюсь, все-таки на здравомыслие наших властей, ждем сегодня какого-то решения, да, я так понимаю. Дмитрий Кочев, руководитель компании «Стилемарк» и официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты в Кирове. Екатерина Вершинина, руководитель и собственник студии «Маникюр и педикюр и делай ногти» были в нашей студии. Коллеги, спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.